Глядя на Александру Андреевну и слушая ее мудрую, с юмором речь, даже не верится, что ей пошел 101 год. При Николае II вчера делаю. Но я, конечно, его не помню. В 42-м Александра Андреевна Соломенникова закончила мединститут. Весь выпуск ушел на фронт, а у нее на руках уже был первенец, сын. Молодую маму с ребенком отправили на Урал. Доктором на рудник «Красный железняк». Других врачей не было. Работала одна. Гинеколог по специальности, но лечить приходилось и женщин, и детей, и стариков, всех, кто не на войне. На Урале провела более 40 лет. Родила троих детей. С мужем Петром Терентьевичем жили душа в душу, но супруг ушел рано, полвека назад. Перед смертью обратился к жене с одной просьбой – не приводи к детям другого отца. Александра Андреевна строго выполнила наказ мужа. В 79-м переехала в Старый Оскол, где жила дочь со своей семьей. Сегодня за праздничным столом соберутся 22 человека – дети, внуки, правнуки. Приехала даже 80-летняя племянница из Одессы. К юбилею подготовились основательно. Выпустили стенгазету, отлили золотую медаль юбилярши, напекли фирменное домашнее печенье «Мазурка», а втайне от нее заказали огромный торт. Подарков сегодня будет много. Начались они с самого утра. Александру Андреевну поздравил генеральный директор «Промагра» Константин Клюка. Он вручил 100-летней оскольчанке 100 тысяч рублей. За каждый год прожитой жизни хотим по тысяче рублей вам в качестве подарка вручить. Позвольте такой подарок вам. Спасибо большое. Большой подарок. Спасибо большое. Настойную жизнь прожили. Дай Бог еще долго жить вам. В ответ долгожительница поделилась секретом крепкого здоровья. Я считаю, что в движении надо быть, двигаться. Вот я не поседа, как говорю. Я везде, я вот не могу днем отдыхать. Я дома не могу отдыхать. Я должна что-то делать обязательно. Или постираю, или поглажу, или что-то. Вот до сих пор так, скажем, ложусь спать. Я не лягу, пока я под душу не схожу. Вымоюсь под душем, окочусь, все. Я чистенько и ложусь в постель. Утром я обязательно умываюсь, все помою, ноги протру, все. До ногами ухаживать надо лучше, чем за лицом. Ноги, уверена бабушка Шура, это самое главное. Пока они ходят, можно жить.